Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу об очень классные штуке, которые мне прислали на обзор. И это детский планшет от Turbo Kids, черепашки-ниндзя. Этот детский планшет специально разработан для того, чтобы дети могли играть в игры, обучаться, заходить в интернет, узнавать новую информацию и при этом делать это безопасно. Вот эти планшеты бывают в двух вариантах. Бывают черепашки-ниндзя для мальчишек и бывает Даша-путешественница для девочек. У меня вариант для мальчиков и мне кажется это очень классный подарок для ребенка, например на день рождения. Почему этот планшет специально для детей? Во-первых, даже по внешнему виду, вау, вы видите себя, можно определить, что этот планшет не для скучных серых взрослых, а для ребенка. Во-первых, он яркий, сзади нарисованы черепашки-ниндзя. Во-вторых, у этого планшета есть силиконовый бампер, который защищает планшет при падении, при кидании и прочем, что достаточно часто происходит, если планшет находится в руках у маленького ребенка. Бампер этот вы при желании можете снять и тогда планшет будет занимать намного меньше места. Это то, что касается внешнего вида. Что касается внутреннего содержания, у этого планшета есть функция родительского контроля. То есть вы можете полностью настроить, какие приложения будут в планшете, можно ли что-то дополнительно скачивать, можно ли включать камеру, можно ли выходить в интернет, какие мультики можно смотреть и так далее. То есть этот планшет не позволяет ребенку найти ту информацию, которая ему не предназначается. В этом его отличие от обычных планшетов. То есть здесь вы можете запаролить доступ к настройкам, включить детский режим и все. У ребенка будет доступ к обучающим играм, просто к развлекательным играм, также к книгам, камере, ну и к интернету, если вы это позволили сделать. В планшете уже установлены некоторые игры и программы, но вы можете в плеймаркете скачать все, что вы захотите, установить на планшет и добавить соответствующие разделы, то есть игры либо обучение. Вы можете подобрать программы и приложения на свой вкус, согласно интересам ребенка, его возраста и, естественно, вашим потребностям. Что вы хотите, чтобы ребенок побольше играл в занимательные игры, или вы хотите, чтобы он смотрел на планшете мультики, или же вы хотите, чтобы он просто развлекался с планшета. В планшет можно вставить две сим-карты, можно подключить его к Wi-Fi, можно ничего этого не делать. Опять же, то есть просто, например, накачать туда игр, отключить Wi-Fi, не подключать сотовую связь, и тогда ребенок точно не сможет выйти в интернет и будет играть и читать и смотреть только то, что вы туда закачали. Мне кажется, это очень удобно, и я думаю, именно таким будет первый планшет, которым будет пользоваться Артеша, потому что я, даже как педагог, ничего не имею против планшетов и прочих других гаджетов. Я за них. Я считаю, что в нашем современном мире дети должны с раннего возраста знакомиться с различными гаджетами, просто это должно быть в умеренном количестве. До года, например, я смысла в этом вообще не вижу, потому что ребенок пока ничего, ну, этого еще не понимает, что он видит за картинки там, что он нажимает. Но потом, во-первых, дети гораздо быстрее, чем взрослые, все это схватывают. Во-вторых, я даже себе не представляю сейчас в современном мире человека, который бы вырос и не умел общаться с компьютером, делать какие-то таблицы в Excel, настраивать Skype, скачивать программы, искать нужную информацию. Потому что, если вы не умеете пользоваться компьютером, вы можете работать разве что грузчиком. Ну, серьезно, то есть никаких перспектив, если вы не умеете общаться с компьютерами. А знакомство с любой электроникой начинается на самом деле с игр, ну, если это ребенок. Например, я, когда была маленькой, я сначала играла в простейшие игры, типа Аладдин и Король Лев, потом я училась печатать в Word, мне это очень нравилось, я изучала клавиатуру, я проходила соло на клавиатуре, потом я, опять же, много играла в другие игры, потом мне было интересно верстать сайты и уже общаться со всякими программами, типа Microsoft Word и так далее. То есть, для того, чтобы ваш ребенок не оказался позади других в классе, он должен уметь общаться и с телефонами, и с планшетами, и с компьютером. Поэтому резонно выдавать эту всю информацию ему порционно, давая иногда ему поиграть, позаниматься, пообучаться на планшете. Сейчас есть очень много хороших развивающих игр на логику, на творческое мышление, на математический счет. То есть, это не игры, где ты должен убить 25 зомби, и это весь смысл игры. Очень много хороших игр, где надо развивать смекалку и логику. Мне эти игры очень нравятся, я сама в них периодически играю, и ребенку потом буду давать обязательно в них играть. Так что, мама, напишите мне в комментарии, как вы относитесь к планшетам. Но вот моя позиция такова, что любой гаджет – это очень хороший инструмент, который позволяет обучать ребенка. Причем в некоторых смыслах лучше, чем взрослый, потому что, например, есть всякие мультики, в которых рассказывается информация, которую даже я не знаю. И которые воспитывают в детях чувство ответственности, объясняют, как правильно дружить, как нельзя поступать. У нас у взрослых не всегда есть столько времени, чтобы это все объяснить. Ну и плюс, когда ребенок это слышит и от родителей, и видит, как поступают люди в жизни, и видит это в мультиках, он это лучше впитывает. В общем, подытоживая то, что я сейчас сказала, я за разумное использование гаджетов, и я за то, чтобы родители отсматривали, каким контентом будет пользоваться ребенок. В противном случае это может принести вред, но если вы правильно распределили приоритеты, то ваш ребенок будет только развиваться с помощью гаджетов и извлечет из этого большую пользу. Именно поэтому я подумала, что такой планшет будет классным подарком для племянников Алишера, мальчишек разного возраста. И я сюда уже накачала много разных программ, обучающих и развивающих, и буду это делать дальше, потому что мы подарим им этот планшет, и я думаю, что у них доступа к интернету, скорее всего, не будет. Поэтому я имею возможность подобрать самые полезные игры для них, чтобы они играли и параллельно чему-нибудь учились. Обязательно туда скачаю всякие игровые обучалки, типа английский язык, немецкий язык, счет, логика и так далее. Некоторые игры я уже опробовала сама, они мне очень понравились, ну и плюс я скачала всякие самые популярные игры, которые мне тоже понравились, которые просто и для отдыха тоже, для того, чтобы дети в них поиграли. Кстати, в этом планшете еще есть раздел статистики, поэтому вы можете посмотреть, сколько ваш ребенок времени проводит в разных разделах, то есть сколько он занимается в обучении, сколько времени он проводит в разделе игры, и у ребенка не получится вас обмануть. Кроме того, в этом планшете есть уже установлена программа для чтения книг, несколько даже, и вы также можете дополнительно скачать книги, то есть чтобы ваш ребенок также читал. На свой вкус вы можете установить все, что хотите, скачав из электронных библиотек. И, конечно, в планшете, как я уже говорила, есть камера. Некоторые дети очень любят фотографировать, да мне кажется, все любят фотографировать, тренируются, и чтобы вот ребенок не брал ваш телефон, не захламлял вам память, вы можете дать ему воспользоваться планшетом, и он там будет делать свои великие художественные фотографии и гордо вам их демонстрировать потом. Ну и также здесь есть раздел, где установлена уже пока одна программа для просмотра мультфильмов, фильмов и всего на свете. Я бы сюда добавила еще YouTube дети, то есть вы можете добавить те программы, которые направлены четко на детей плюс по возрасту, чтобы там не было никакой порнографии, никаких, не знаю, политических дебатов, нигде не были Жириновский вдруг, например. И чтобы ребенок смотрел только добрые, хорошие мультики, можно ограничиться, например, только советскими, я знаю, многие мамы так и поступают, сначала показывают только советские хорошие мультики. У планшета яркий экран, хорошая цветоперетача, поэтому глаза при работе с ним не устают. И тачпад у него чувствительный, не зависает, то есть на касание он реагирует очень хорошо, управлять легко. Ну что же, я надеюсь, у меня хорошо получилось поделиться своими впечатлениями от этого планшета. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. И да, моя мысль такова, что запретный плод сладок, поэтому не стоит полностью ограничивать ребенка от гаджетов, а стоит порционно выдавать, давать общаться, знакомиться. Иначе это просто потом все выльется в то, что когда ребенок подрастет, и вы уже не сможете его контролировать, он засядет за компьютер и другие гаджеты и будут сидеть там часами, сутками напролет. Хотя это может произойти, даже если он и будет раньше общаться с компьютером. Например, у меня так было, я, будучи подростком, могла целый день сидеть за компьютером и играть, например, в симсов. И вы знаете, я просто это переросла. Поэтому если ваши дети так делают, если вот прям им очень хочется играть, потерпите. Это должно пройти попозже. Просто человек перерастает, и это становится не так интересно. Почему я это сейчас говорю? У меня есть много знакомых, у которых дети себя так ведут, залипают за гаджетами. И эти бедные родители говорят, господи, мой ребенок целыми днями сидит за компьютером. Я не знаю, что делать, ему ничего не интересно, кто же из него вырастет. Нормальный человек из него вырастет, если у него есть и другие интересы. Просто бывают такие периоды в жизни, когда безумно хочется играть и только играть. Реально, я по себе это знаю. Но это не значит, что до старости вы будете сидеть и играть, и играть в это все. Нет, наиграйтесь и перестанете. Желаю вам всем получать только удовольствие от общения с гаджетами. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.